Здравствуйте! Меня зовут Евгения Августина. Вы смотрите программу «Разберемся». Это совместный проект ОТВ и Общественной палаты района. Представители комиссии по здравоохранению провели мониторинг медицинских учреждений муниципалитета. О своих впечатлениях не только сегодня расскажут консультанты-эксперты Наталья Андреевна Колесникова и Елена Валерьевна Антонщук. Здравствуйте! Здравствуйте! Дорогие телезрители, я напоминаю, если вам есть что сказать, например, об Одинцовской ЦРБ, может быть, вы хотите похвалить какого-то доктора или наоборот, обратить внимание общественников на те проблемы, которые имеются в медицинском учреждении, звоните по телефону прямого эфира. 8,495,508,86,84. Ну, наверное, по порядку начнем. Вообще, много ли жалоб поступает на медицинские учреждения Одинцовского района в комиссию по здравоохранению? Да, в последнее время, в период как раз с весны 2018 года на горячую линию Общественной палаты Одинцовского муниципального района участились жалобы по поводу качества оказания медицинских услуг. К сожалению, качество оказания у нас снизилось. Это касается только ЦРБ или в принципе? Нет, в принципе, нет, район у нас большой, он охватывает такие очень крупные больницы, да, это вот начнем, конечно, с ЦРБ, главный корпус на Березово, также Можайское шоссе 55, очень большая больница, это Никольское поселение, Перхушкинская больница, да. Вот все эти лечебные учреждения мы посетили. А на что люди вот в этих жалобах, ну, извините, жалуются за масло масляное? Ну, вот, если не... Жалуются в основном на нехватку лекарственных средств, на нехватку перевязочных материалов, каких-то расходных, на отток персонала за последнее время, что не хватает медицинского персонала. Вот, ну, в конкретных учреждениях свои какие-то есть конкретные жалобы, но вот в целом, если брать, то в основном вот эти вот, и еще очень много жалоб поступает на то, что у нас население не информировано по оказанию услуг, то есть какие услуги они могут получать по полюсу МС, что им положено, то есть у нас не доносится информация в полном объеме, то есть не все знают, что им положено. Вот эти жалобы, они, ну, все-таки единичны, да, где-то кому-то бинт не понравился, там, грубо говоря, где-то кому-то укол вовремя не сделали, или они носят системный характер? Нет, они носят системный характер, вот я хочу обратить, да, что вот у нас в месяц поступает от 20 до 30 жалоб, вот у нас просто огромное количество, это вот я взяла, это только за последнее время. Поэтому мы приняли решение, общественная палата, комиссия по здравоохранению, мы сделали выездную комиссию, мы провели мониторинг всех этих лечебных учреждений, вот, опять-таки жалобы были связаны с проблемами записаться к узким специалистам, вот, детской поликлиники, которая находится у нас на улице Говорова, нет аллерголога детского, у нас район очень сложный, хоть он у нас и зеленый, Ну, не будем забывать, что на территории Одинцовского района у нас есть ТБО, часы, огромная наша боль, это мусорка, вот, также у нас была птицефабрика, да, тоже в часах, и накапливался негативный экологический фонд, да, вот поэтому и район у нас очень большой, рождаемость у нас увеличилась, и, конечно, хотелось бы в шаговой доступности получить вот эту медицину, медицинскую помощь, хотя бы на начальных этапах, потому что детки начинают болеть эксудативным диатезом, да, прям с самого рождения, и не хочется ехать в Москву, отставить какие-то очень длинные очереди к узким специалистам, которых нет в районе, также к картопеду очень сложно записаться. Ну, вот насчет шаговой доступности, наверное, Одинцовцы знают, что сейчас медицинские учреждения у нас разбросаны по всему городу Одинцов, потому что первая поликлиника закрыта на реконструкцию, теперь терапевты принимают на Северной, если не ошибаюсь, какие-то специалисты в филиале второй поликлиники, другие, собственно, в второй поликлинике, и поди разберись, где кто находится. Какие медицинские учреждения посетили общественники? Мы посетили ЦРБ, который на Бирюзово, да, главный корпус, мы посетили терапевтический корпус, который находится на улице Можайское шоссе, дом 55, Никольскую больницу мы посетили, посетили детскую поликлинику на Говрово, детская районная поликлиника, Также мы посетили поликлинику, которая находится в городе Голицыно на улице Советская, в Перкушкинской больнице мы были, да. Вот выбор этих учреждений был сделан исходя из жалоб, которые поступили в общественную палату? Ну, в основном, да, были вот, на что больше всего жаловались, было обращение больше всего по таким учреждениям, те учреждения мы и посетили. А как руководство больницы на вашу инициативу отреагировало? Было рада проверке, было рада общаться с общественниками? Ну, в основном, в общей массе, конечно, встретили с уважением, потому что общественную палату и ее статус по Одинцевскому району, конечно, знают, но были и прецеденты, да. Не очень дружелюбно нас встретили в центральной больнице на Бирюзово. То есть терапевтический корпус на Можайском шоссе 55, к сожалению, сразу посетить нам не удалось. Только через неделю, да, по договоренности мы посетили. А Можайское шоссе 55, это, наверное, одно из таких принципиальных медицинских учреждений, потому что, к сожалению, наверное, известно, как она называется в народе, да, кто-то называет ее последний путь, кто-то менее лестными словами, еще менее лестными словами. А почему не удалось в первый раз посетить? Руководство было не готово к общественному контролю. Они мотивировали тем, что все должно быть согласовано заранее. И должны быть назначены сопровождающие. Поэтому только через неделю, да, нам удалось все-таки посетить данную больницу, терапевтический корпус. И вот ваши впечатления от этого посещения какие? Что вам там удалось увидеть? Ну, вот нас сопровождала Елена Борисовна, конечно, начмед нашей Одинцовской ЦРБ. Отвечала на любые вопросы, отвечала откровенно, что нам тоже очень понравилось. Были приглашены заведующие всех отделений, по которым мы прошлись, тоже отвечали на все наши вопросы. Вот, ну, конечно, впечатление о персонале хорошее, да, то есть все стараются, все работают, но нехватка персонала налицо. То есть специалистов, врачей не хватает, медсестер не хватает, это как бы видно. Это не из-за низкой заработной платы, на самом деле, да. У нас в шаговой доступности Москва, где, соответственно, все-таки выше по сравнению с Одинцовым, потому что мы все-таки район. Ну, и условия, наверное, лучше, чем в терапевтическом корпусе. Ну, конечно. Ну, и, конечно, требуется ремонт. Очень мы обратили внимание на то, что больница требует ремонта. Пациенты жаловались на то, что не хватает туалетов, к сожалению, да. Вот, нету в неврологическом отделении тревожных. Как это так не хватает туалетов, извините, перебью? Просто вот морально устарело это здание, оно настолько старое, что оно просто уже... Что требует не только ремонта, наверное, но уже чего-то большего. Простите, один туалет на весь 40 человек лежит в отделении, один туалет. Один мужской, один женский. Один женский, это просто нереально. Касаемо душевых. Душевых есть тоже, есть там, да, душевая, есть. Это все есть. И также жаловались очень пациенты неврологического отделения, что нет тревожных кнопок. То есть, чтобы пациент, который лежит, не может встать, мог быстро там нажать кнопку и вызвать медсестру или врача, какой-то медперсонал. То есть, вот это вот тоже такой один из минусов. Общественникам удалось посмотреть все, что они хотели в терапевтическом корпусе? Ну, или, скажу прямо, маршрут был как-то выстроен? Нет, нет, нет. Мы абсолютно прошли все этажи. Заходили в любую палату, да, общались с пациентами. В принципе, пациенты в основном довольны. Единственное, конечно, было вот замечание, как я сказала уже по туалетам и по кнопкам, и было такое еще замечание пациентов, что лекарства, в принципе-то, они есть, но не те. Не те, да, то есть заменяют аналогами, которые не всегда помогают. Дешевыми аналогами. Вот. И вроде бы лечение, да, оказывается, препараты есть, но эффект мало заметен. Мог бы быть и лучше. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8-495-508-86-84, это наш номер. Если у вас есть вопросы по работе здравоохранения в Одинцовском районе, звоните. Я думаю, что общественники обязательно этот вопрос зафиксируют. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Клавдия Семеновна. Клавдия Семеновна, очень приятно. Вы хотите высказать свое мнение по работе ЦРБ или задать вопрос? Нет, у меня жалоба. Да, жалуйтесь. Вот дело в том, что мне 82 года, я инвалид второй группы. Я на инсулине. Ну, поскольку у нас были очень большие сложности, трудности с обеспечением инсулина, меня дети прикрепили в Москве в свою поликлинику. Я ей получаю эти лекарства. Ну, это же в Москве, а я живу в лесном городке, в своей амбулатории. Я уже там 50 лет, можно сказать. Дело вот в чем. Значит, как только я вот стала получать лекарства в Москве, у меня стали проблемы с нашей амбулаторией в том, что вот мне, допустим, зуб заболел, ну, не пойду я в ту амбулаторию, в больницу, где мне выпитывают лекарства. Я не ходячая. Я на ходунках. Вот. Я как-то добиралась все время в свою амбулаторию. Ну, как ни прихожу, моей карты истории нет. Нет ли все. И я начинаю спрашивать, ну, где же, ну, мне вот надо попасть к врачу в зубном, острая боль. А меня без капточки не принимают. Они опять я начинаю. Вы их, наверное, взяли домой. Вы, наверное, не помните. В общем, из меня делают какую-то глупую дуру. И помощь не оказывают, правильно? Я ухожу домой, там, как-то там чего-то иду в эту самую платную, у нас там есть стоматологическая поликлиника, платная там, да. Плачу деньги и мне, допустим, удаляют зуб. Но когда это кончится? Вот сейчас мне надо сделать прививку от гриппа. А я боюсь туда идти. Мне сейчас опять скажут, а что вы пришли? У вас карта, наверное, дома. Наверное, дома. Ну, по идее, прививку от гриппа точно должны сделать. Вот даже на центральной площади, в Одинцово. Ну, опять же, единственное, из лесного городка в Одинцово ехать не очень близко. Но будем надеяться, что хотя бы с прививкой от гриппа у вас не возникнет никаких проблем. Поясните, пожалуйста, Наталья Андреевна. Клава Семеновна, спасибо большое вам за звонок. Проблемы действительно есть. И очень попрошу вас оставить ваш телефончик. И мы обязательно с вами свяжемся и разберемся в данной ситуации. Часто к вам обращаются люди, у которых возникли проблемы с инсулином, например? Ну, вообще, да, в последнее время очень часто именно возникают проблемы с обеспечением лекарственными средствами. И мы же посещали и поликлиники, да, и стационар. И очень часто звучит такой ответ, что поставщики недобросовестно выполняют свои обязанности, срывают поставки, и поэтому периодически все-таки у нас бывают сбои с лекарственным обеспечением. Это вот такая проблема есть, ее не отрицают. И она абсолютно во всех больницах и во всех поликлиниках. То есть это везде вот такое есть. Это прямо тенденция последнего времени. То есть ты хочешь, то и делай, если ты зависишь от инсулина. К сожалению, кладби семерным оказалось и онкобольный, и другие препараты, которые, да, людям, к сожалению... Вот какие варианты в такой ситуации, если поликлиника не помогает, не может помочь, что делать? В таких вариантах, если на самом деле есть показания к применению, можно приобрести эти лекарства за свои денежные средства, и потом отнести этот чек, и вам это оплатят. На практике оплачивают, действительно возвращается денежка. Если мы вернем... Если именно назначено это лекарство, если... Аналог, то уже... Аналог уже нет. Если возвращаться к инспекции медучреждений, да, терапевтический корпус, вы задавали вопросы, ну, экскурсоводам своим, да, так назовем. Вот какие вопросы задавали и какие ответы, соответственно, получали? Ну, были заданы у нас вопросы по ремонту поликлиники, потому что это как бы, ну, больницы, потому что это самый такой актуальный вопрос, состояние... Очевиден всем. Да, уже, как я сказала, состояние оставляет желать лучшего. Безусловно. Ну, нам сказали, что вроде как финансирование уже выделено, и на следующий год запланирован ремонт. Капитальный? Капитальный ремонт. Да, капитальный ремонт запланирован уже. Больницу закрывать не будут. Да, это не может, конечно, не радовать, но, единственное, да, что больницу закрывать не будут, будут делать частями, поэтапно. То есть, как это скажется на пациентах, ну, тяжело сейчас. И на их выздоровление, потому что представить это очень сложно. Если это капитальный ремонт, соответственно, это будет и шум, и пыль, и ощущение краски. В общем, непонятно. То есть, а вот ваши экскурсоводы вам никак не пояснили, вот как будут выздоравливать пациенты? Нет, это не было, да, но я думаю, что они оптимальные какие-то варианты найдут для этого. Все-таки здоровье-то у нас, наши граждане. Просто в данной ситуации выхода нет, потому что огромное количество населения в Одинцовском районе, да, у нас отделение неврологическое практически только в этом здании, поэтому... Которого, в общем-то, и не хватает на тот объем пациентов, который имеется. Конечно, конечно, всего лишь 40 мест и 15 амбулаторных. То есть, наверное, может быть, можно вести речь все-таки о строительстве, да, какого-то корня? Безусловно, безусловно. Конечно, это давно вопрос этот назрел, и хотелось бы, но пока будем исходить. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Вы к нам с жалобой или с благодарностью? Ну да, хотелось бы, пожалуйста. Жалуйтесь. Я вот живу в городе Голицыно, мне ребенок 5 лет, нам поставили бронхиальную астму. И также вот по поводу того, что мы не можем получить лекарство, я звоню. Светлана, вы оставили свой номер телефона редактору? Да. Оставьте, пожалуйста, да, оставляйте номер телефона. Ну я еще хотела просто спросить вопрос, можно? Конечно. Ну вот я не могла получить вот это лекарство, я до сих пор не могу по рецепту ездить, да? А что вам говорят, почему вы не можете получить это лекарство? Вот я хотела узнать номер телефона здравоохранения, а получается, что у нас в Одинцово его нет и перенесли. Я до сих пор его не знаю, вот даже хотела приехать и пожаловаться, значит, эту жалобу написать. Вот сейчас увидела вашу передачу. Наталья Андреевна, Елена Валерьевна, свяжетесь тогда со Светланой? Да, конечно, я хочу сказать, что мы были в Голицынской поликлинике, и все номера телефонов висят слева от окошка регистратуры. Их огромное количество, просто вот пофамильно, с перечнем должностей. Поэтому, Светлана, может быть, если вы зайдете, но мы все равно обязательно вам позвоним и все эти номера вам продиктуем. Также у нас телефон есть горячей линии нашей комиссии по здравоохранению. Светлана Валерьевна сейчас его, может быть, озвучит. Да, 8-977-702-04-91. Звоните, пожалуйста, на горячую линию, оставляйте свои обращения. Будем разбираться. Также у нас каждый третий четверг проходит прием граждан. Пожалуйста, если есть какие-то обращения, хотите лично обратиться. Каждый третий четверг месяца с 15 до 17 по адресу маршала Бирюзова, дом 5, комиссия по здравоохранению проводит прием. А вот те телефоны, которые спрашивала Светлана, насколько эффективно обращаться по нему? Вот если позвонить и пожаловаться, заработает ли медучреждение? Все очень индивидуально. Опять-таки, все зависит исключительно от характера вопроса. Вот Светлана нам не пояснила, по какой причине у нее нет лекарств для ребенка с диагнозом проэнхиальная астма. Нет ли его в поликлинике, или ей не выписывают рецепт. В чем сложность, мы это обязательно разберемся после эфира. Но, как правило, в последнее время очень нежно разговаривают, но результат не очень радостный. То есть проблема не решает, к сожалению. Проблема есть, и она тяжело решает. Нет, она решается, но очень медленно. Просто надо понять, на каком этапе возникает проблема. На этапе поликлиники, когда выписывают, или на этапе аптеки, когда уже в аптеке нет данного лекарства. То есть это немножко вот разные, да, люди отвечают за это все, и надо разбираться, конечно, индивидуально. Но, слава богу, ремонт в терапевтическом корпусе ЦРБ предстоит, да, во всем случае обещают, что он будет сделан. Нам весной этого года также обещали, что совсем скоро в Одинцово появится новый корпус центральной районной больницы. Такая необходимость назрела действительно давно, торжественно заложили камень. Пока, правда, люди переживают, потому что визуально никаких работ они не видят на этом месте. Вот есть ли у вас какая-то информация по строительству? Сроки немножко сдвинуты, на полгода немножко переносятся. Все-таки будем надеяться, сейчас вот конец года, в начале нового года, все нормализуется. Есть такая тенденция, положительная динамика. Все построится. Нам так обещают, по крайней мере. Да, хочется верить лучше. И хочется верить в лучшее. И все, конечно, будет сделано, да. Район огромный, район большой. Он, конечно, очень нуждается в этих и лечебных учреждениях, и поликлиниках. Есть проблемы. А что касается ремонта в первой поликлинике, вот как там сейчас обстоят дела? Ну, это вот все параллельно там ведется. Насколько мы знаем, да, ведется параллельный ремонт и строительство корпуса нового. Они будут объединены. Поэтому вот сейчас, насколько я знаю, решается вопрос с коммуникациями, как это все будет проходить. В этом какие-то сложности тоже есть. Вот. И из-за этого... То есть завершение ремонта первой поликлиники нам можно ждать в ближайшее время? Да, в ближайшее можно ждать, да. Там идет все полный уход. А я напоминаю, что мы сегодня говорим о здравоохранении в Одинцовском районе 8495-508-86-84. Наш номер телефона. Здравствуйте, Иван Иванович. Добрый вечер. Добрый вечер. Как ваше здоровье? Мое здоровье прекрасное. Слава Богу. Я очень рад встретиться опять с вами по телефону. Взаимно, Иван Иванович. Вы хотите кого-то... Я с другим вопросом. Я хочу сказать благодарность. Вот. Я с матерью под женщин звонила. У нас препараты последние полгода. Ну, прекрасно. Выписал врач, поехал в эту поликлинику туда, к Бакове. К 134-й дом. Прекрасное здание. Получаешь прямо радость одна. Я не знаю, почему не получается. Я хотел выразить благодарность нашей скорой помощи. Вы знаете, как профессионально они работают. Приезжают, четко знают свои обязанности. Мне просто... Я перед ними преклоняюсь. Я хотел бы, чтобы вы просто передали им большое спасибо за их отношение к нам, больным. Спасибо большое, Иван Иванович, за ваш звонок. Крепкого вам здоровья. А я предлагаю дальше поехать по медицинским учреждениям. В планах вашей поездки была и Перхушковская больница. Как дела обстоят там? Лучше, чем в терапевтическом корпусе ЦРБ? Безусловно. Конечно, сама больница, ремонт сделан, выглядит хорошо. Никаких нареканий именно по внешнему виду нет. Мы пообщались с главврачом Перхушковской больницы, Геварканом Ашотом Арташесовичем. Несмотря на то, что он был очень занят, но все-таки он нас принял. Ответил на все наши вопросы. Но, к сожалению, посетить отделение, поговорить с пациентами нам не удалось. Почему? Ссылаясь на то, что в медицинском учреждении нет халата и нет бахил. А в отделении, к сожалению, без этого обмундирования, так сказать, нельзя пройти. Нам было отказано в посещении, поэтому полную объективную картину, к сожалению, мы не можем по этой больнице составить. Ну, такое первоповерхностное впечатление вроде бы ничего, да? Да, территория хорошая, ухоженная, сама больница тоже как бы вот все в хорошем состоянии. Ну, вот единственное, что да, с пациентами мы не поговорили и общей картины у нас нет. Вы были и в Никольской больнице. Да. Вот там, наверное, посложнее обстоят дела, чем в Перхушково. Вы знаете, на удивление, ничего подобного. В Никольской больнице, конечно, проблемы есть, но они, опять-таки, не только характерны для, как, именно для этой больницы. Они характерны абсолютно для всего медицинского здравоохранения, для всего здравоохранения. Вот, также есть проблемы и с капельницами. В середине года была проблема с проведением анализов, не принимали анализы крови, анализы мочи, не было реагентов, своего рода таких пробирки, на дне которых вот специальные реактивы. Вот, нас уверили, что это тоже были единичные временные трудности. Ну, вот проблема у них тоже с перевязочным материалом, она у них есть. После операции стерильная, все, что касается именно непосредственно хирургии и внутриоперационной, это все, конечно, имеется в наличии. А вот постоперационный период, да, приходится пациентам приобретать, по словам пациентов и по жалобам, которые к нам поступают на горячую линию, и капельницы, и перевязочные материалы марли для перевязки. Такое есть. Но персонал очень приветливый, и вот мы только пришли в Никольскую больницу, вот только пришли. Мы сразу же представились, соответственно, на охране, и к нам прям начали подходить, и мы сразу сказали, что мы с мониторингом, что у нас есть обращение. В холле сидело огромное количество людей, которые шли на прием, это было утро. И к нам начали подходить со словами благодарности, понимаете, и это было настолько приятно, и когда мы посетили абсолютно, не было никаких препятствий. Нам все рассказали, показали. Пациенты были все довольны. Мы вот ни одной жалобы при мониторинге именно Никольской больницы, вот воочию, никто не подошел, не сказал ни одного плохого слова. Все только хвалили, и, конечно, выражали желание, чтобы у нас медицина перестала реорганизовывать. Наоборот, пошло все в лучшую сторону. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84, наш номер телефона. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Я звоню. Любовь. Любовь, очень приятно, Любовь. Да. Ваш вопрос. Я звоню, значит, у меня муж болеет сахарным диабетом, вторая стадия, или как это называется, я точно не могу правильно выразиться. Вот, и дело в том, что ему выписывают вот бесплатные вот эти рецепты, да, ну, дают там и адреса, и все такое. Приезжают в аптеку, а там этих таблеток нет, да. Вот мы объехали, этот раз ему выписали эти рецепты, мы объехали, он 6 аптек, я 4. Нигде нет этих лекарств. В одной аптеке, значит, мы нашли заменитель. Она мне говорит, идите выписывайте, он болеет, и я за него бегала. Идите выписывайте другой рецепт. Идите выписывать другой рецепт, комиссия не работает, некому ставить этот штампик или печать. И опять получается, что я даже вот эти заменители тоже не смогла взять, понимаете. И вот из этих 4 вида лекарств ни одни мы не взяли. Любовь, а к какой поликлинике вы прикреплены, где вам выписывали рецепт? Голицыно-Советская, 52. И получается, что мы вот ни одни лекарства не взяли, я уже говорю, дайте мне за деньги. За денег тоже нет этих лекарств, понимаете. Выписывайте рецепт, только по рецепту. А рецепт нам на все лекарства не выписывают. Мы уже согласны были за деньги брать. И так получилось, что ни за деньги, ни по рецепту мы никаких лекарств не взяли. Любовь, спасибо вам большое за звонок, Наталья Елена. Зафиксируйте. Оставьте, пожалуйста, также любовь свои контакты. Да, мы с вами связываемся по этому вопросу. Что хочу сказать, да. То есть, если врач вам выписал рецепт, и вы пришли в аптеку, и нет у них данного лекарства, значит, они должны взять у вас, принять этот рецепт, зафиксировать его в своем журнале. И когда появится данное лекарство, связаться и... А если лекарство-то срочно нужно? Ну, вот эти вопросы, да, к сожалению, у нас подлежат еще решению. Да, провисают. Есть такие у нас моменты, что не всегда своевременно все у нас есть. Ну, оставьте, пожалуйста, телефон. Мы обязательно в ближайшее время посетим Голицынскую поликлинику и разберемся с этой ситуацией. Да, и Светлана, собственно, с сыном астматикой. Да, Светлана, безусловно. В поликлинике, то есть вот все-таки, может быть, там есть какая-то такая тоже системная проблема, к сожалению. А тут хочется еще отдать должное Светла, Любовь и ее супругу, которые объехали в общей сложности 10 аптек, да, вот, например, пожилые люди, к сожалению, 10 аптек не объедут. Да и тут, собственно, результатом положительным эти поездки не увенчались, лекарства так получены. Еще мы и говорили, да, что лекарств не хватает, что не всегда они есть в наличии, и с поставщиками проблемы все-таки у нас существуют, и как-то надо вот это вот решать, этот вопрос. Ну, вы побывали во многих медицинских учреждениях, так понимаю, что только в Никольском все прошло достаточно гладко, а вот в ЦРБ возникли какие-то проблемы, да, не с первого раза там, скажем, пустили. В Перхушковской больнице тоже бахил, к сожалению, с халатами не оказалось пройти в отделение, невозможно. Вот как охарактеризуете контакт с руководством больницы? Он есть или его, скорее, нет? Скорее нет. Контакт, к сожалению, нам, да, наладить не удалось. С прежним руководством Секуевича у нас, конечно, был очень тесный контакт. Она всегда отвечала на вопросы, она реагировала молниеносно, вот это, не побоюсь вот просто этого слова. И у нас был тесный контакт. Мы решали любые проблемы, а здесь у нас как-то, ну, не получается. И, собственно говоря, это не наша проблема. Мы всегда очень открыты для общения, мы всегда готовы помочь. И мы не идем сразу ругаться. Вот если возникла проблема, вот почему, да, вот... Ну да, надо безусловно выяснить. Конечно, вот почему. Мы также готовы помочь не только людям и пациентам, мы также готовы помогать и медицинским учреждениям, да, в чем-то там... В решении конфликтов. В решении каких-то конфликтов, которые возникают. На то общественная палата есть, она посредник между людьми, между, там, чиновниками, властью и так далее. Поэтому мы не только, там, ругать, но мы готовы помочь и защищать всегда. Да. То есть вот складывается такое впечатление, что центральная района больницы становится таким закрытым медицинским учреждением. Закрытым медицинским учреждением, да. Потому что для СМИТ его тоже открытым не называть, к сожалению. Без проблем можно было прийти, и никому даже в голову не придет запретить общественной палате пройти по отделению, поговорить с пациентами, да, услышать непосредственно из первых уст проблемы медицинского учреждения. Просто такие смешные, нет бахил, нет халатов в медицинском учреждении. Как же он с неким пациентам-то приходит? Мы этого не смогли увидеть. И тут хочется заметить одно дело, когда просто структура не хочет общаться вот со средствами массовой информации, да, можно понять. Есть другие важные дела. А вот тут ведь возникают мысли, что, наверное, что-то не в порядке, раз не пускают. Нет, вы знаете, мы не будем ничего додумывать, на самом деле. Почему главный врач, мы говорим именно о главном враче, потому что мы не обращались к обычным хирургам, обычным терапевтам, нет. У нас все это на... Ну, это не кем вопрос. Да, да, это... Вот, мы не будем додумывать, с чем это связано. Хочется верить, что все-таки контакт этот будет найден. Да, опять-таки, услышать ответ на наши вопросы. Ну, будем надеяться, что они появятся. И также наши телезрители, которые к нам звонили, которые нас смотрят, да и вообще жители Одинцовского района, наконец, получат свое лекарство вовремя. И вопросов к здравоохранению будет возникать все меньше и меньше. И система, наконец, заработает так, как она должна работать. Я вам пожелаю удачи в этой работе. Может быть, мы напомним еще раз телефоны горячей линии, по которым могут обращаться к вам телезрители. Да, конечно. Телефон горячей линии, на который вы можете позвонить и оставить свои обращения. И не только жалобы, но и благодарности, пожелания, рекомендации. Телефон горячей линии, общественная палата Одинцовского муниципального района 8-977-702-04-91. Вот я хотела бы все-таки завершить на хорошей ноте, да, что на самом деле звонят не только с жалобами и претензиями, а вот как Иван Иванович, огромное количество тоже благодарности, особенно вот хирургам, терапевтам. Вот Супрон Сергея Евгеньевича, его тоже очень хвалят у нас, огромный опыт в районе. Очень, это детский врач-хирург, он онколог высшей категории, вот, и очень много врачей, и которые не только в лечебном учреждении, в стационаре, но и в амбулаторном, вот, педиатр Подномаренко, Нина Павловна, кажется, я прошу прощения. Ну, вот говорилось, да, у нас принимался вопрос о нехватке медперсонала, вот, хотелось бы еще отметить, что не во всех это медучреждениях есть, вот, допустим, в детской поликлинике у нас на улице Говорова привлекается очень большое количество специалистов, за последнее время пришло очень много молодых педиатров, вот, то есть нагрузка на педиатров, которые были, уменьшилась, и качество медицинских услуг улучшилось. Также появился гастроэнтеролог долгожданный у нас в детской поликлинике, то есть там вот в плане работы по увеличению штата очень хорошо идет. Ну, вот я хочу сказать, да, вот этот мониторинг, который мы провели, ведь не просто так, мы с этими обращениями записались на прием к министру здравоохранения, это произошло 11 ноября, ой, 15 ноября, прошу прощения, мы хотели получить ответы на наши вопросы, но, к сожалению, в данный момент прием отменен, и мы ждем следующего приема. И все эти вопросы, и результаты нашего мониторинга мы обязательно передадим министру здравоохранения. Мы будем ждать результаты этой поездки. Желаю всем здоровья, давайте не будем болеть, будем здоровы. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok